Я не могу показать свое лицо, потому что мне угрожает опасность. Мне пришлось бежать из России, потому что я участник международного движения «АЛЛАТРА». И на нас начались репрессии. В течение 10 лет нас в СМИ поливали грязью, что только на нас не писали. Нас кримили словом «сектант». А в прошлом году нас официально запретили. Мы законопослушные граждане, мы прекратили свою деятельность на территории России. Часть участников выехала из России, а те, кто остался, сейчас подвергаются вредкам со стороны ФСБ и силовиков. Так как мы никогда не нарушали закон и нас не в чем обвинить, сейчас людей поднимают с применением электрошока и одевают пакет на голову, чтобы люди задыхались. Как это касается вас, напрямую. Если вы думаете, что гоняют каких-то сраных сектатов, если гоняют, значит, они заслужили, так им и надо. Я вам сейчас расскажу, как это касается вас. Сегодня, чтобы человека начали называть сектантом, не нужно принадлежать ни к одной религии. Ты можешь быть атеистом. И если кому-то нужно будет или кто-то заплатит, тебя тоже могут назвать сектантом. Мы ученые. Мы в свободное время изучаем климат. Вся информация в открытом доступе. Мы открытая организация. Каждый может зайти на сайт и проверить. Мы видим, как катаклизмы нарастают. И мы хотим спасти свои семьи. Мы хотим, чтобы все люди на Земле выжили. Но есть группа нелюдей, которые не хотят, чтобы люди выжили. Потому что грабы стоят дешевле, чем эвакуация людей перед катаклизмом. Самый главный вопрос – кто эти нелюди? Начну по порядку. Все началось 10 лет назад. Первыми на нас начали ставить клеймо сектант – это Российская Православная Церковь. РПЦ. На их сайтах начали появляться лживые статьи о нас. Под прикрытием РПЦ есть прорелигиозная организация РАЦЦИРС. Это Российская Ассоциация Центров Изучения Религий и Сект. Вот эта организация под видом борьбы с сектами ведет геноцид всех инакомыслящих и здравомыслящих людей. Слово «секта» – это ширма для прикрытия их грязных дел. И они его используют как инструмент, чтобы, например, отжать чей-то бизнес. Или захватить политическую власть. Все, что их интересует – это деньги и власть. Секты – они записывают не только религиозное меньшинство, а также люди и организации, но которые не имеют никакого отношения к религии. Приведу пример. На их сайте вы можете увидеть целый список, в котором и детские сады, школы, спортивные организации, строительные компании, парикмахерские, коммерческие предприятия. Да-да, по их мнению, это все секты. РАЦИРС – это не просто организация, это целая террористическая сеть с агентами по всему миру. Их агенты – это продажные журналюги, которые за деньги могут оклеветать любого человека. Это политики и силовые структуры. Они называют сектантами и политиков, и бизнесменов, сев неподконтрольных им людей, кого нужно заклеймить и уничтожить. А на их место они ставят своих пешек. Например, американский президент Дональд Трамп. Как они его только не клеймили, всех его последователей они называли культом Трампа. Или премьер-министр в Словакии Роберт Фитца. Они также его назвали сектантом. Они клеймят целые страны. Например, Украину они заклеймили страной-сектой. Но для того, чтобы оправдать войну и захват территории. Сейчас клеймо секции повесили не больше, не меньше, аж на Совет Европы. Моразм крепчает. А давайте ближе посмотрим на эту организацию РАЦИРС. Ее руководитель Дворкин. Дворкин – это человек с психическими расстройствами. Есть документы в открытом доступе, которые подтверждают его диагнозы. Среди которых есть маниакально-депрессивный психоз, патологическое развитие личности и подозрение на шизофрению. А если копнем дальше, где учился этот Дворкин? Учителями Дворкина были Йоханнес Оберт и Вильгем Хаак. Это европейские антикультисты. А Вильгем Хаак был прямым преемником мунистов. Он учился у Вайтера Кюнета. Вот этот Вайтер Кюнет работал с гид по уничтожению еврейского народа. В свое время он вел такую же антикультовую борьбу с нехристианскими движениями в Германии. Чтобы вам было более понятно, эти антикультовые организации – это современная инквизиция. В результате деятельности этого Вайтера Кюнета с гид произошел генетит евреев. И вот этих учителей учился современный антикультист Дворкин. Сейчас хочу задать вопрос для думающих. Вот если учитель у вас нахуй, кем станет его ученик Дворкин? На сегодняшний день процесс под руководством с Дворкиным уже захватила власть в России и легко манипулирует Путиным. Об этом подробнее рассказано в фильме «Воздействие». Рекомендую всем посмотреть. И Россия уже сегодня приближается к татарному режиму. Их цель – полный татаризм по всему миру и концлагеря. Чтобы достичь своей цели, они хотят уничтожить половину населения и планируют применить ядерные службы. Кататализмы, о которых мы говорим, участники движения «АЛЛАТРА», как раз-таки им на руку. Мы, участники «АЛЛАТРА», мешаем им с климатом. Мы призываем к объединению всех ученых и людей для того, чтобы вместе решить проблему. А гонения, которые идут на нас, прямо касаются и вас, и всех людей. Потому что если они заткнут нас, то потом заткнут и остальных. И все мы будем, как в Северной Корее. А потом катаклизм уничтожит нас. В татарном режиме никто не будет заниматься вопросом климата. И никто не будет спасать людей. Но мы молчать не будем. Сегодня на кону стоит наша жизнь и жизнь наших детей. И ваша жизнь. Поэтому подробнее смотрите фильм «Воздействие» и делитесь этой информацией.